По нему в итоге была установлена вся преступная группа. Суд вынес приговор всем проходящим по этому делу. Условным сроком смог отделаться только владелец машины, на которой нападавшие скрылись с места преступления. Он получил два года, остальным суд вынес одинаковый приговор. Три года в колонии. Пять лет в Хакасии поддерживают малый бизнес. Гранты предпринимателям раздают с 2008 года. Одна программа сменяется другой, но суть ее остается прежней. Дать возможность жителям Хакасии создать себе рабочие места и до максимума увеличить на рынке республики присутствие товаров местного производства. Бюджетные рубли раздают по результатам жесткого конкурса. В итоге случаи, когда бизнесмен получил грант, а дело развалилось, в Хакасии единичны. Об одном положительном примере следующий материал. Бизнес Евгения Ермоленко зародился два года назад. Идею предприниматель нашел в интернете. Декоративная отделка искусственным камнем. Главные экономисты Хакасии бизнес-план одобрили и дали на старт 300 тысяч рублей. Вот сзади лежат, грубо говоря, формы, сзади вас, которые находятся, стеллаж. И красители немножко мы взяли на эти деньги. Два года назад этот цех мог предложить только самое простое, прочную, но вполне обыденную тротуарную плитку. Сегодня все по-другому. Секреты технологий предприятия покупают в Москве и в Европе. Работа стала по-настоящему творческой. Жаль только, что заказчики, как правило, ремонт у себя дома хотят сделать просто как у людей. А ведь сейчас любую фантазию можно воплотить в жизнь. У нас есть такая технология, светящиеся камни мы можем делать. Допустим, сейчас я их покажу. Допустим, любые камни, которые вам понравились, формы на речке, вы можете взять, принести нам. Мы сделаем такие же камни, только они будут у вас днем накапливать солнечный свет, ночью будут отдавать. Это безвредно, можно даже погрызть. Все это, ничего вредного здесь нет. Вот они могут быть всякими разными. Предприниматель подтверждает, бизнес – дело непростое. Сложностей много и решать проблемы приходится каждый день. Главное – найти единомышленников. Сейчас в цехе трудятся четыре человека. Расширение штата в ближайших планах. Я уверен, что они найдутся, потому что у нас много творческих людей в нашем городе. Я думаю, найдутся такие люди, которые понравятся так же, как мне. В среднем обладателями предпринимательского гранта становится треть от всех желающих, потому как бюджетные рубли раздают по результатам жесткого конкурса. В соответствии с условиями программы определены приоритеты, куда, какие направления или виды экономической деятельности, каким видом экономической деятельности мы оказываем государственную поддержку. Прежде всего, это хотелось упомянуть. Это строительство, промышленное производство, сфера туризма, сфера народных промыслов. В текущем году мы также ввели одно новое направление. Это реализация поручений главы республики, связанное с развитием бизнеса в малых севах. На первых этапах совместно с предпринимателем главные экономисты республики высчитывают, жизнеспособна ли его идея. В итоге случаи, когда бизнесмен получил грант, а дело развалилось в Хакасии единичны. Предстоящие выходные порадуют жители республики хорошей погодой. Осадка в днем ни в субботу, ни в воскресенье не ожидается. В первый выходной воздух прогреется до 13 градусов, небо будет ясным. Ночью значительно похолодает. В горных районах возможны небольшие осадки, дождь со снегом. Температура местами опустится до 9 градусов, на рассвете до минус 14. В воскресенье облака вновь разойдутся, осадков не будет, потеплеет до плюс 10. Стоит отметить, что с выходными уйдет и дневное тепло. Уже в понедельник показания термометра будут колебаться в районе 0 градусов. Специалисты прогнозируют ухудшение дорожной обстановки и напоминают о своевременной замене летних шин на зимние. У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.